Обратить внимание, хотел на генезис очень интересные позиции, которые стали занимать люди в оценке политической реальности в Украине. В свое время, я вообще само слово хочу напомнить, когда оно появилось. Появилось больше года назад, до раннего года назад, по-моему, в устах журналиста Юрия Бутусова в эфире у Шустера, оно в превью прозвучало. Ну, весь яд и всю желчь какая была во рту у Бутусова, он все вот в это слово и вложил. С такой ненустью и презрением он назвал людей, которые занимают позицию конструктивную в отношении деятельности президента своей страны, парахаботы. И тут же там же сидел бывший советник президента Путина, Ларионов, человек, который обеспечил Путину хорошее отношение со стороны США в свое время, за счет своих связей. Вот он там сидел, так оттянул губу и заявил с умным видом, что вот эта главная опасность Украины сейчас, вот эти проклятые парахаботы, и что это экзамен на демократию, которую Украина должна выдержать, уничтожив это позорное явление. Напоминаю, позорное явление заключается в том, чтобы относиться к деятельности действующего президента Украины конструктивно. Конструктивно, то есть не критически любой ценой, а рассматривать президента Украины как человека, который, а, квалифицирование большинства своих критиков, я думаю, не большинства, а всех. Сразу на 10 голов. И, б, важнейшая вещь. Благонамеренного человека. То есть человека, который намерен совершать благо для Украины. И квалифицированно это делает. Вот это априорная вещь. То есть, вообще, кто такой парахабот, и чем он отличается от любого другого человека? Отличается он своими презумпциями. Вот какая презумпция находится в голове у одного человека, и какая находится у другого. Вот существует презумпция зрады. Это очень популярная позиция в последнее время, связанная исключительно с тем, что именно эту позицию занимает большинство украинских СМИ. Презумпция зрады подразумевает следующее. Любое действие нужно оценивать, как направлено на то, чтобы придать национальные интересы Украине, чтобы ничего не изменилось в стране, ни в коем случае, и чтобы заработать побольше денег. Вот как бы эти три основные задачи решает президент страны. Чего бы он ни делал. Чего бы он ни делал. Цель его вот эти три, он их решает. И там уже не важно, что там, как там. Любой анализ идет именно исходя из того, что вот эти вот априори, эти задачи он решает. Противоположная позиция подразумевает следующее, что все свои личные и материальные задачи Петр Алексеевич Порошенко решил задолго до того, как стал президентом. Он уже стал миллиардером. Он уже состоялся как политик, он состоялся как мужчина, он состоялся как кто угодно. И сейчас он находится в ситуации, когда он является исторической фигурой. И его успех или неуспех, он является для него абсолютно синонимом успеха или неуспеха Украины. У него не может быть личного успеха сейчас, если Украина окажется неуспешной. Украина провалила реформы, например. Украина стала слабым государством, лишилась международной поддержки, Украина проиграла единоборство с Российской Федерацией. Личность Петр Алексеевич Порошенко терпит фиаско полное. И в тот момент, когда он должен вроде бы почивать на лаврах, пожинать плоды своей бурной деятельности, он в этот момент становится полным абсолютным банкротом. Подозревать человека в таком безрассудном целеполагании невозможно, это противоестественно. Соответственно, нам приходится исходить из того, что он желает блага Украине, хотя бы в силу того, что он желает блага себе. А если он желает блага Украине. Если он является сверхквалифицированным человеком, занимающим тот пост, который в Украине не существует, ни одного человека, который бы больше к нему подходил. Вот нет человека в Украине, который бы больше подходил к президентскому креслу, чем он. Нет, ни один больше не подходит. Вот если мы из этих презумпций начинаем исходить, то все в наших оценках меняется. Так вот, парахлаботы это люди, которые руководствуясь здравым смыслом, исходят из этих презумпций. А ввиду того, что это не модная позиция, она вызывает, конечно, гнев и ненависть у большого количества людей.